Одна из главных культурных событий, от выходящего года, отбылася напередине в областном громадско-культурном центре. Тут пройшел финал конкурса «Миссис Гомель-2017». За перемогу смагались 15 пригожих и харизматичных женок и матуль. С подробностями наш корреспондент Ганна Коральчук. До первого выхода на сцену застались леченные хвилины. И за кулисами панует легкое хваливание. Бо для одной из этих 15 пригожений сегодняшний вечер станет лесовизначальным. А кроме гонорового титула, переможца отримает корону и сертификат на ювелирное пригоживание. На протягу месяца супермамы приводили себе в боевую готовность. В той же час организаторы старанно архтовались, как взладить малявниче шоу и удивить глядача. На сцене каждая удельница мкнулася переодолять страх и по максимуму показать свои здольности. До речи, статус замужней леди вымушает поведать больше серьезным критериям. Строгая ответственность классичным модельным параметрам для удельниц пока шаг не самый важный. Как подкресливая жура и галовная быть активной, метанакерованной и упевненной у собе. Миссис Гомель – это, наверное, все вместе. И красота, и ум, интеллект, обаяние. Вообще, знаете, для меня самая главная энергетика. Я думаю, что я буду чувствовать от человека какую-то живую энергетику. Тем более человек уже состоявшийся. И здесь должно все быть уже как в состоявшейся личности. Зацепит или не зацепит. Танцевали номера дудельниц, дефиле у костюмах на визитовку и опошний выход у вечерних сукенках. Финалисток чекала так самая интеллектуальная проверка. И они отказывали на питание ведущих, например, як суместить семью и свободу. И кто повинен быть господаром у доме. Веледачи так самую бачили музычный видеоклип за делом мам и веселое интервью с их детьми. Самым яскравым экранальным моментом конкурсу стало семейное дефиле. До речи на сцене дети тримались не меньше упевненно за своих пригоджих мам. А в зале за своих хвалявались группы поддержки, начали с мужами. Отнеслись положительно. Сами, можно сказать, и направили. Жене всячески помогал. Жена очень волновалась. Я ее поддерживал, как мог. Сын Тимофей тоже очень поддерживал. Хорошо себя вел, как настоящий джентльмен. Он всегда без мамы провожал, махал ручкой. Подтримать у дельниц на сцену вышли финалистки конкурсов «Миссис Гомель» минулых годов и его переможцы. Про изглядацких симпатий у вынеку отримала мать и троих детей Алена Бурминская. Другой вице-миссис стала Ирина Серада. Первая вице-миссис – Марина Тимошенко. А титул «Миссис Гомель-2017» и корону по рашению жюри отримала у дельницы под номером 14 – Анастасия Зятикова. 29-годовая мама, выховывая сына и працуя педагогом додатковой адукацией. Я верила в победу, но я сейчас думаю, это сон. Это сон? Нет. Это реальность? Я хочу сказать большое спасибо моим родителям, моим близким, которые поддерживали меня в момент подготовки. Им верили в мои силы. Они верили намного больше, чем я. Им большое спасибо. Мои родители – это мои крылья за спиной, мой муж – это верное плечо. Мой ребенок – это моя цель, это мое движение вперед. Спасибо вам, родные! Спасибо!